Всем привет! В эфире Универа Ньюс, а в студии Элина Земскова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. КФУ объединил специалистов 26 стран. Универ ТВ вошел в состав базового пакета МТС-ТВ. КФУ принял участие в разработке технологии бурения первой горизонтальной скважины на Кубе. На конкурсе Российского фонда фундаментальных исследований поддержаны сразу два проекта ученого Казанского федерального университета в области механики. Один из них носит название «Разработка и исследование методов решения задач вибрации, нагруженных механических систем» и выполняется молодыми учеными КФУ под руководством доцентра кафедры Института вычислительной математики и информационных технологий Сергея Соловьева. А теперь к другим новостям. Впервые в России проходит конференция «Developments in System Engineering» — эволюции инженеринга электронных систем. Казанский федеральный университет объединил специалистов из 26 стран мира. Подробнее смотрите в нашем следующем сюжете. В Императорском зале Казанского федерального университета прошло торжественное открытие 12-й международной конференции эволюции инженеринга электронных систем. Ежегодно конференция проводится в разных странах мира в университетах с высокими мировыми рейтингами. В прошлом году она состоялась в Кембриджском университете Великобритании, а в этом году впервые проводится в России. И площадкой проведения был выбран именно Казанский федеральный университет. Нам удалось сделать самую массовую конференцию. Мы превзошли по объему принятых докладов, по объему поступивших докладов, количество авторов, количество участников все предыдущие годы этой конференции. Конференцией была организована Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ и Набережной Челнинским институтом Казанского федерального университета. Она объединила специалистов по разработке электронных систем, робототехники, машинному обучению и искусственному интеллекту. География участников очень широкая. Мы приняли статьи от авторов из 26 стран, было подано 512 докладов, рейтинг приема составил около 40%. И таким образом у нас на конференции есть представители с каждого континента и с большого количества стран. В рамках конференции ученые и эксперты презентуют свои доклады и исследования, которые охватывают широкий спектр направлений. Это искусственный интеллект, машинное обучение, виртуальная реальность, разработка интернета, вещей и его приложений. А также интеллектуальное здравоохранение, умный город и умный дом, обучающую аналитику и другое. Но основными направлениями конференции все же являются робототехника, сенсоры и индустрия 4.0. Каждый из спикеров представит свой доклад по одному из направлений. Среди участников ведущие мировые ученые в области робототехники, электроники и инженерии. А также ректоры ведущих вузов Ирака. Доклады прошли процедуру рецензирования международными экспертами. А принятые доклады будут опубликованы в сборнике трудов конференции, который будет включен в цифровую библиотеку Института инженеров электротехники и электроники США и проиндексированы в базах данных с КОПУС и ВЭПОФ САЕНС. Для всех участников пройдут экскурсии по лабораториям высшей школы и ТИСКОФУ. А завершится конференция 10 октября. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универ-Ньюз. В состав базового пакета домашнего цифрового МТС-ТВ на территории Татарстана вошел телеканал Казанского федерального университета Универ-ТВ. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. Со 2 октября 2019 года в состав базового пакета домашнего цифрового МТС-ТВ и интерактивного МТС-ТВ на территории Республики Татарстан вошел телеканал Универ-ТВ. Телеканал стал доступен нашим абонентам со 2 октября. И чтобы его увидеть, для абонентов, у которых вот такие приставки старого образца, необходимо перезагрузить оборудование, телевизор. Эту приставку перезагрузить, телеканал появится на 554-й кнопке. Для тех пользователей, у которых домашнее телевидение ТНТС подключается с помощью вот такой смарт-карты, КАМ-модуля, нужно в ручном режиме найти телеканал. Это событие является очередным продвижением телеканала Универ-ТВ к охвату все большего числа телезрителей. Студенческий телеканал Универ-ТВ – это познавательно-образовательный телеканал, который вещает в эфире в цифровом пакете Казани. Он присутствует во всех кабельных телевизионных сетях Республики Татарстан, но не только. Дело в том, что канал транслируется также в кабельных сетях ряда субъектов Российской Федерации. В частности, речь идет о Башкортостане, Оренбургской, Нижегородской области, городе Чебоксары, городе Орел и Воронежской области. К тому же важно и то, что через крупнейших интернет-ОТТ-провайдеров Российской Федерации происходит охват аудитории по всей стране в целом. Универ-ТВ первым в Татарстане начал свое вещание в формате высокой четкости Full HD еще в 2012 году. Телеканал является большей частью познавательно-образовательным по своему содержанию. Для каждой возрастной категории есть свои программы, как студенческие ток-шоу, спортивные мероприятия, так и научно-популярные программы и документальные фильмы. Здесь обсуждаются разные вопросы и проблемы, касающиеся как Татарстана и России, так и мира в целом. Уникальность и ценность канала заключается в том, что создателями программ являются как ученые и профессора, преподаватели Казанского Федерального Университета, так и известные на весь мир авторитетные персоналии. Шаг за шагом, отслеживая происходящие изменения в развитии университета, тем не менее, телеканал не локализован только внутренними проблемами вуза. Ведь это университетский телеканал, здесь ученые, которые контактируют со всем миром. Казанский Федеральный Университет считает честью посетить множество ученых, политиков и бизнесменов, таких как основатель и председатель Совета директоров корпорации ХАЭР господин Джан Джуймин, генеральный секретарь Всемирной Исламской Лиги Мухаммед бин Абдул Карим Алиса, всемирно известный гуру Ицхак Адизис читал свои лекции студентам перед камерами Универ ТВ. В прямом эфире прошел уникальный проект «Телемост» Казанский Федеральный Университет, Международная Космическая Станция. Свои мастер-классы для студентов будущих журналистов провели редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, Академик Ран Абела Ганбигян, послы США при двух президентах Бараке Обаме и Дональде Трампе также посчитали своим долгом посетить университет и поделиться со студентами своими мыслями. Телеканал ввел в свои трансляции с саммита Times Higher Education, ведущего Мирового центра журналистики, аналитики и экспертизы в области высшего образования, который проходил в 2018 году на базе КФУ. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин посетили объект университета и встретились со студентами. И все это не проходит мимо телевизионных камер телеканала «Универ ТВ». Поскольку телеканал позиционирует себя как студенческий, то эта нишевая группа получает большую часть информации, находясь в коммуникации через социальные сети. В связи с этим телеканал ведет свое вещание для студенческой молодежи и школьников в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. В социальной сети YouTube канал «Универ ТВ» имеет уже около 50 тысяч своих подписчиков. «Универ ТВ» интересен прежде всего тем, что в создании и развитии телеканала принимает участие весь огромный коллектив, начиная от ректора Ильша Тагафурова и заканчивая всеми сотрудниками «Альма-Матер». Ведь именно они и создают тот контент, уникальность которой востребована не только аудиторией Татарстана, но и многими субъектами Российской Федерации. Валерия Муратова, «Универ Ньюс». Казанский федеральный университет «Исколтех» в сотрудничестве с зарубежной нефть принял участие в разработке технологии бурения первой горизонтальной скважины на Кубе. Разработки КФУ помогут извлекать нефть кубинским коллегам. Обо всем далее. Казанский федеральный университет «Исколтех» в сотрудничестве с зарубежной нефть принял участие в разработке технологии бурения первой горизонтальной скважины на месторождении «Бога-Дохорука» на Кубе. 4 октября в рамках своего визита на Кубу нажал на кнопку старта председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. По оценочным данным компании «Зарубежнефть» запасы месторождения составляют более 3 миллиардов тонн нефти. Всего планируется бурение трех горизонтальных скважин. С помощью них будут испытывать две технологии – парациклическая обработка горизонтальной скважины и парагравитационный дренаж. Стоит отметить, что основные запасы Куба – это трудноизвлекаемая нефть. Имея богатый опыт работы с углеводородным сырьем, ученые приоритетного направления «Эко-нефть» несколько лет помогают кубинским коллегам повысить добычу. Ожидается, что разработки КФУ, с которыми представители кубинских компаний знакомы не понаслышке, повысит эффективность добычи с наименьшими затратами. Анна Глазунова, Универньюз. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся. Смотрите нас в социальных сетях.